Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 9 июня. Преподобный Кирилл, игумен Белоизерский, в миру Косма, родился в Москве у благочестивых родителей. В юные годы он остался сиротой и жил у своего родственника, боярина Тимофея Васильевича Вильяминова, окольничьего при дворе великого князя Дмитрия Донского, 1363-1989 года. Светская жизнь тяготила юношу. По просьбе преподобного Стефана Махришского, умершего в 1406 году, боярин отпустил Косму в Симоново монастырь, где он и принял постриг от святого Феодора именем Кирилл. Иноческие послушания преподобный Кирилл исполнял под руководством старца Михаила, впоследствии епископа Смоленского. Ночью старец витал в шалтырь, а преподобный Кирилл клал поклоны. Но по первому удару колокола шел к утренне. Он просил у старца дозволения вкусать пищу через два-три дня. Но опытный наставник не разрешил этого, а благословил есть каждый день с братьями, только не до сытости. В послушании преподобный Кирилл нес в хлебопекарню, он носил воду, колол дрова, раздавал хлеб. Когда преподобный Сергий Радонски приходил в Симоновскую обитель, то прежде прочих посещал и с любовью беседовал с преподобным Кириллом. Из хлебопекарни преподобного Кирилла перевели в поварню. И святой говорил себе, смотря на пылающий огонь, — Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь. Девять лет трудился в поварне преподобный Кирилл и стяжал такое умиление, что не мог без слез вкусать хлеб благодаря Господа Бога. Избегая славы человеческой, преподобный временами стал юродствовать. В наказание за нарушение благочиния настоятельно назначил ему в пищу на сорок дней хлеб и воду. Преподобный Кирилл с радостью понес это наказание. Но как не таил святой свою духовность, опытные старцы понимали его и против воли заставили принять сам иеромонаха. В свободное от служения времени преподобный Кирилл ставил себя на череду послушников и занимался тяжелыми работами. Когда святой Сеодор был посвящен в архиепископа Ростовского, братья в 1390 году избрала преподобного Кирилла архимандритом обители. Богатые знатные люди стали посвящать преподобного, чтобы слушать его наставления. Это смущало смиренный дух святого, и он так не упрашивало братья, не остался настоятелем, а затворился в своей прежней келье. Но и здесь частые посетители беспокоили преподобного, и он перешел на старое Симонова. Душа преподобного Кирилла стремилась к безмолвию, и он молил Матерь Божию указать ему место, полезное для спасения. Одна же ночью, читая, как всегда, Акафис перед иконой Божьей Матери обидит, он услышал голос «Иди на Белоозеро, там тебе место». Бывая в зерской стороне, тогда глухой и малолюдный, он долго ходил в поисках места, которое в видении было предназначено для его пребывания. В окрестностях горы Мяуры и Сиверского озера он вместе со своим спутником преподобным Ферафонтом поставил крест и выкопал землянку. Преподобный Ферафонт вскоре удалился в другое место, и преподобный Кирилл не один год в одиночестве подвязался в подземной келье. Одна же святой Кирилл, томимый странным сном, лег уснуть под сосною. Но едва он закрыл глаза, как услышал голос «Беги, Кирилл!». Только успел преподобный Кирилл вскочить, как сосна рухнула. И из этой сосны подвижник взял крест. В другой раз преподобный Кирилл чуть не погиб от пламени и дыма, когда расчищал лес. Но Бог хранил своего угодника. Один крестьянин пытался поджечь келью преподобного, но сколько не пытался, это ему не удавалось. Тогда со слезами раскаяния он исповедовал свой грех преподобному Кириллу, который постриг его в монашество. Из Симоновой обители к преподобному пришли любимые им иноки Зередеи Дионисия, а затем на Панаил, впоследствии Келаре обители. Многие стали приходить к преподобному и просить удостоить их иношество. Святой царец понял, что время его безмолвия кончилось. В 1397 году он построил храм в честь успения Пресвятой Богородицы. Когда число братьев умножилось, преподобный дал для обители устав общежития, который освещал примером своей жизни. В церкви никто не смел беседовать, никто не должен был выходить из нее прежде окончания службы. Святому Евангелию подходили по старшинству. За трапезу садились каждый на своем месте, из трапезной была тишина. Из трапезной каждый молча шел в свою келью. Никто не мог получать ни писем, ни подарков, не показав их преподобному Кириллу. Без его благословения писем не писали. Деньги хранились в монастырской казне. Ни у кого не было никакой собственности. Даже пить воду ходили в трапезную. Тели не запирались и в них кроме икон и книг ничего не держали. В последние годы жизни преподобного Кирилла боярин Роман решил подарить обители село и прислал дарственную грамоту. Преподобный Кирилл рассудил, что если обитель станет иметь село, то для братьев начнутся заботы о земле, появятся поселенцы, иноческое безмолвие нарушится, и отказался от дара. Господь наградил своего угодника даром прозорливости и исцелений. Некто Феодор поступил в обитель из любви к преподобному, потом так возненавидел его, что не мог смотреть на святого и порывался уйти из обители. Он пришел в келью преподобного Кирилла и взглянул на его седины, не мог от стыда выговорить ни слова. Преподобный сказал ему, не скорби, брат мой, все ошибаются во мне, ты один знаешь правду и все мое недостоинство. Я действительно непотребный грешник. Затем преподобный Кирилл благословил Феодора и прибавил, что он более не будет смущаться помыслом. С тех пор Феодор спокойно жил в обители. Одна же не достала вина для божественной литургии, и Панамарь сказал об этом святому. Преподобный Кирилл велел привезти к нему пустой сосуд, который оказался полным вина. Во время голода преподобный Кирилл раздавал хлеб всем нуждавшимся, и он не кончался, несмотря на то, что обычно запасов едва хватало для братьев. Преподобный укротил бурю на озере, которая угрожала рыбакам, предсказал, что никто из братьев не умрет до его кончины, несмотря на то, что сыреп стал мор, а после многие пойдут вслед за ним. Своё последнее богослужение преподобный совершил в день Святой Троицы, завещав братья хранить любовь между собой, преподобный Кирилл блаженно почил на 90-м году своей жизни, 9 июня 1427 года, в день памятники за именитого ему святителя Кирилла архиепископа Александрийского. В первый же год по смерти преподобного из 55 человек братьев скончалось 30. Оставшимся преподобный часто являлся во сне с поддержкой и наставлением. Преподобный Кирилл любил духовное просвещение и привил эту любовь к своим ученикам. По описи 1635 года в монастыре числилось более двух тысяч книг, среди них 16 чудотворцев Кирилла. Замечательными образцами духовного наставничества и руководства, любви, миролюбия и утешения, является дошедшее до нас три послания преподобного русским князьям. Общее русское почитание преподобного началось не позднее 1447-48 гг. «Житие святого Кирилла» было написано по поручению митрополита Феодосии, великого князя Василия Васильевича и иеромонахом Пахомием Логофетом, который прибыл в Кириллов монастырь в 1462 году и застал многих очевидцев и учеников преподобного Кирилла, в том числе и преподобного Мартиниана, управлявшего тогда Херафонтовым монастырем. Похвальное слово преподобного Кирилла Белозерского, опубликовано в журнале Московской Патриархии, 77-й год, номер 12. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова